привет друзья здравствуйте это она борисовна и мы снова с вами встретились для того чтобы побеседовать о рисунке прошлой нашей встречи была посвящена штриховки видом штриховок и я вспомнила что немножко забыла вам сказать о том что есть еще такой способ как растушевка то есть это когда мы растираем определенной терочкой а в простонародье пальцем свои штрихи которые мы наносим и получается нечто такое мягкое плавное да вот если мы штрихи нанесли какие то мы берем потом пальчиком это все растираем такой хороший распространенный способ который дает очень мягкие переходы мягкие плавные переходы но при этой работе нужно не забывать что можно устроить большую большую грязь то есть нужно работать очень аккуратно когда мы работаем просто штрихом просто штрихом то конечно у нас как бы чистоты и стилистики как бы такой вот на вот и профессиональные что ли профессиональные подходы и профессионального умения больше хотя растирка растушевка но весьма академичная и применяется очень даже неплохо но при этом надо обязательно помнить что кроме растушевки конечно можно еще воспользоваться и штрихом и лишь не это никогда не будет ну и вообще конечно я так думаю что соединение разных возможностей то есть синтез разных возможностей разных приемов он конечно обогащает очень хорошо и замечательно выглядит и в любой теме будь то графика будь то живопись будет рисунок или декоративно прикладное искусство поэтому сегодня мы с вами продолжим немножечко разговор о штриховке и возьмем такую тему как штрих по форме опять же здесь у меня разные карандашики и толстые тонкие маленькие большие ну все что есть резинка нам сегодня не потребуется потому что стирать и в общем ты нечего вот резинка для длительного рисунка для коротких зарисовок а тем более для учебных каких-то моментов но уж совсем не нужно что такое штрих по форме любой предмет имеет какую-то форму ты чтобы мы не взяли круглые прямоугольные квадратные или какой-то предмет сложной формы конечно же он должен в рисунке быть похож там на себе то есть портретное сходство сходство по пропорциям по пластике по образу всегда должна быть ну так вот но давайте начнем если вот это вот прямой штрих правильно да прямой штриховочку прямая есть еще вот такие вот до штриховочки вот он пошел штрих по форме конечно когда имеешь обратную связь то есть сразу можно поговорить с вами это лучше было бы но в данной ситуации не имеем и такой возможности я не имею такой возможности работаем немножко другом формате надо ничего вот посмотрите штрих по форме по моему немножко мелковато да но давайте попробуем получше побольше чем я работаю я работаю отмахом правильно я работаю отмахом то есть я не петляю я каждый раз карандаш отрываю от бумаги отрывая карандашик от бумаги я делаю движение по форме и что же у меня сейчас получится как вы думаете вариантов конечно много потому что круга круглые предметы шарообразные встречаются в нашей жизни повсеместно куда не посмотреть весь и в основе шар ну вот посмотрите вот где тогда вот так можно конечно нажимать и получше и посильнее вот посмотрите видите как я кладу штрихи я кладу штрихи соответственно форме то есть пол кругу окружности я стучу карандашом как бы 100 чувств точу стучу карандашом и при этом при этом старались дифференцировать нажим что это такое это когда вы нажимаете на карандаш то сильнее то слабее то есть дифференцированный нажим дифференцированный он дает возможность нам сделать линии нагруженные тоном более темные и более светлые вот штрих по форме до получился штрих по форме вот если мы идем переходим на плоскость то у нас значит конечно другой совершенно вариант опять у нас отмах правда вот опять отмах 7 падающие предмета пошла вдаль и списалась светом листа и стоном где-то вот так вот так где-то где-то так значит что еще я могу вам сказать сейчас и штрихи по форме ну вот например если мы возьмем и попробуем попробуем сейчас поштриховать вот так смотрите как вы думаете завернулась уже форма есть поворот формы есть если бы я еще сократила бы здесь также хвостики как и впереди то было бы конечно это лучше ну а сейчас попробуем закрутить нашу форму да вот так закрутить нашу форму видите штрих по форме дал нам возможность увидеть увидеть вот этот вот заворот форму да есть очень интересная такая затея затея штриховать по форме или например или например вот смотрите да сразу вот такие вот штрихи вот такие вот штрихи опять же с дифференцированным нажимом что это такое это значит где это слабее нажимаем на карандашик где-то сильнее то есть у нас уже получается какой-то заворот поворот формы поворот причем вот здесь вот вы здесь мы можем сделать по-другому ну вот да вот так пройтись вот так пройти здесь немножко тоже можем пройти то есть я сегодня вам хочу вас хочу попросить попробовать нарисовать за счет штриха по форме в качестве домашней работы ну может быть пару яблок до пару яблок честно возьму другую бумагу чистую пару яблок в совершенно свободной композиции то есть но чтобы они между собой все-таки имели общение определенное то есть чтобы предметы предметы общались между собой то есть мы видели что они друг другу не чужие постараться сделать это без растушевки постараться просто сделать это как чистый штрих без применения резиночек пальцев или специальных терочек которые существуют обычно а их делает из бумажек они бывают и профессиональные купленные ну вот как-то я помню что когда мы учились то делалось все из бумажек девочка делаясь из пластика полосы бумаги была очень маленькая симпатичная аккуратная хорошая тёрка служила очень долго растушевка такая хорошая тюрочка служила долго да конечно рисунок рисунок в изображении вот такой вот видео не очень конечно заметен не очень такая не очень заметен так ну ладно ничего вот например два яблока не надо ниоткуда срисовывать доверьтесь доверьтесь своей памяти доверьтесь своей памяти и вспомните вспомните что вы знаете о форме яблок об их пластике деталях каких-то яблочных что вы знаете и это попробуйте пожалуйста выложить на бумагу ну хотя бы например где-то вот так вот так хотя можно было бы еще что-то сюда добавить добавить вот и хочу еще вас попросить потренироваться рисовать ленты есть вариант рисовать ленту да вот как-то вот вот рисовать ленту вот она идет вот она ушла вот она ушла и сюда вернулась лента а есть вариант рисовать немножко по-другому свои действительно вот взять взять и попробовать начать сначала вот пошла лента вот мы ее немножечко загнули здесь конечно есть вариант такой что вы не всегда можете попасть не всегда можете попасть ну как бы в контур верхней и нижней ночью страшно в этом нет ничего страшного может быть как-то в таком вот варианте если штрихи конечно лифи конечно нужно накладывать близенько друг дружке рядышком рядышком будет попробовать просто порисовать вот такие вот варианты для ленточные или попробовать отштриховать какой-то цилиндрический предмет где есть и свет где есть блик где есть полутон где есть тень флекс и все что необходимо для для предмета круглого цилиндрического вот можно конечно еще другое направление задействовать не только вертикальное направление если цилиндрического предмета то есть не только вертикали он идет но и горизонтали попробуйте по 3 поштриховать что то есть конечно еще варианты такие интересные когда мы берем и начинаем просто просто крутить 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 карандашик но это уже петля это уже петля но это тоже очень хорошее такое задание хорошее задание когда можно одним движением не отрывая руки изобразить какой-то предмет объем не конечно но попытаться сделать на нем объем потом с минимальной какой-то дорисовочкой уже сделать и ближние планы все остальное интересное затея просто вот так учили к 1 листочки суть в том что конечно рисунок с натуры это рисунок с натуры но в данном варианте почему бы нет почему бы не попробовать вот так вот вот такие вот маленькие коротенькие варианты присылайте свои зарисовки присылайте мне 20 будем публиковать сегодня уже вышла первая публикация с вашими штриховками я думаю что хорошее начало положено будем продолжать встречаться в онлайн беседах всего доброго успехов вам жду от вас каких-нибудь результатов любые результаты мне важны и интересны всего доброго до свидания